Мы посмотрели первую из двух на сегодня запланированных гонок сингл-микс, а сейчас все внимание к смешанной эстафете. Через несколько минут в этом олимпийском виде программы примут участие сильнейшие спортсмены планеты. Ну а пока, друзья, поскольку и биатлону все возрасты покорны, я хочу поздравить всех наших замечательных женщин. Сегодня день матери, наши мамы золотые. Я знаю, что вы смотрите биатлон. Вы любите нашу сборную, как может быть иначе. И отдельный привет маме Гале Губерниевой, конечно, друзья. Продолжим после паузы. Она из Шевалье, уважаемые друзья. Сборная команда Франции. На первом этапе будет бежать девушка, которая сломала ключицу весной. Во время велотренировки ее сбила машина. Но несколько недельного восстановления не плакала. Вернулась мужественная девушка, призер чемпионатов мира и сегодня будет бежать. Мы в прямом эфире на матче. С вами Дмитрий Губерниев. Смешанная эстафета, уважаемые друзья. Итак, женщины преодолевают двухкилометровый круг. Череда подъемов и спусков. Очень опасная и коварная трасса. На самом деле, причем, если отмечать отличие мужского круга от женского, то, как ни странно, у женщин здесь есть очень один серьезный подъем. У мужчин, понятно, добавляется лишние 500 метров. Но, как бы там ни было, круги схожи по своей трудности. Ну, понятно, что это не Среднегоре. Посмотрите, Валентина Семиренко будет сегодня стартовать за сборной Украины. Вид мы уже видели. Итак, стартовый список. Всего сегодня 24 сборных. Под четвертым номером будет выступать сборная России. Действующие бронзовые призеры чемпионата мира в этом виде программы. Ольга Почуфарова, Екатерина Юрлова-Перкт, Максим Цветков и Антон Шипулин. Друзья, вот такой у нас состав. Всего 24 сборных. Под первым номером немцы. Франциско Пройс вернулась после болезни. Прошлый сезон был наперекосяк, но потихонечку начинала тренироваться с пробежек, полегоньку возвращалась и все в порядке. Нас интересует, конечно, прежде всего фигура Ольги Почуфаровой. На ваших экранах Ингрид Тандровольт на сборной команды Норвегии. Ольга Почуфарова, которая закончила прошлый сезон тоже досрочно. И Дима Занин, наш специальный корреспондент, сделал пронзительный сюжет в программе Бятлов с Дмитрием Гуверниевым. Примерный выпуск вы уже могли видеть. Кто не посмотрел, милости просим, на спортбоксе в роскошном качестве, во всяком случае. Мне так пообещали. Ну и найти будет достаточно просто. А повтор программы, друзья, в понедельник 8.50 по московскому времени сразу после очень рейтингового утреннего выпуска программы все на матч. 8.50 по Москве. Но сами понимаете, что в регионах уже будет, в общем, не так рано. Заметый белорусский врач на ваших экранах. Итак, друзья, Ольга Почуфарова, доктор нашей команды на ваших экранах. Всех представлю в течение сезона. Да что в течение сезона? В течение этапа. Ольга, которая уже собралась бросать. И как многие поставили крест на Почуфаровой. Но супруг Еферины Юрловой. Замечательный, кстати, массажист, который работает суперзвездой австрийских и мировых горных лыж Марселем Хиршнером. Личный массажист этого спортсмена. И вот муж Юрловой нашел врача в Австрии. И на протяжении многих недель Почуфарова лечилась и встала на ноги. Потратила все свои деньги, между прочим. И здесь, друзья, внимание, вопрос. Может быть, соответствующим инстанциям все-таки активнее помогать спортсмену? Ставлю я, так сказать, знак вопроса в конце. Потому что люди нам еще пригодятся, как мы понимаем. И вот Почуфарова, бронзовый медалист с огромным желанием в этой гонке сегодня примет участие Почуфарова вместе с Юрловой Перд, вместе со Цветковым и вместе с Шипулиным. Тандра Вольт. Не блеснула она в Шушине на предсезонных стартах, но тренировалась там истово. И гоняли ее до седьмого пота. И посмотрите, какой состав. Таребе, кстати, на кубке IBU блестает. Ули Айнера Бюрндальна мы здесь увидим, но он, скорее всего, даже все гонки побежит. И вот Шевалье я про нее рассказывал. И смотрите, французский состав. Бескон, Беатриксис и Мондестьев, Финишор у призеров чемпионата мира этого года. Немцы выиграли. Тогда смешанную эстафету Дальмайер после болезни. Но думаю, что мы ее здесь увидим. Франциско Пройс начинает. Очень трудным было восстановление у Франциски. И долго не могли поставить диагноз. Но в итоге нашли проблему. Прооперировали пазуху. Там был очаг возгорания, как сказала спортсменка. И я заметила, что все стабильно. Три месяца в кровати лежала, представляете? Даже и не мечтала тогда о том, что вернется мужественная Франциско. И то же самое скажу про Ольгу Почуфарову. Итак, друзья, смешанная гонка. Вторая на сегодня. Вторая линия стартового поля. Сборная команда России. Начинают немцы, французы и норвежцы. Далее мы, итальянцы, украинцы. Чехи, шведы, американцы, австрийцы, швейцарцы и так далее. Снова поздравляю, друзья. Сегодня Хаузер и Эдер выиграли. Хинц, Лестер вторые. И Вишневская, Браун. Сборная команда Казахстана. Первая победа на этапе Кубка мира. Подопечный Валерия Пальковского. И Казахстан прависсимо, друзья. Я знаю, что вы активно смотрите Матч ТВ. В Казахстане это большой успех. Ребят поздравил лично. Ну а традиционное селфи в Инстаграме чуть позже выложу. Ну как всегда, друзья, последние новости. Обменивайте информацией. В общем, здесь мы продолжаем работать очень активно. И социальные сети нам в помощь. У Заняна очень красивый. Инстаграм у Романова хороший. Про себя я даже не говорю, друзья. Поэтому подписываемся активно. Принимаем участие в жизни нашей творческой бригады. Но сейчас о серьезных вещах. Привыкаем к новым Камбезам. Она из Шевалье слева. Норвежка справа. Ольга Пачуфарова. После стартовой поляны мы видим, пятая идет в левом ряду. Форма. Но мы решили, что она похожа на кремлевскую стену. И пессимисты скажут, что она похожа на мавзолей. Но об этом мы говорить все-таки не будем, друзья. Будем о высоких тонах. В любом случае, выглядит неплохо. Многим нравится. Но привыкать, конечно, приходится всем нам. Итак, сегодня одна замена в сборной команде Соединенных Штатов. Под девятым номером. Донжел был бежать Лауэл Бейли. Суперзвезда американского биатлона. Но его Пол Шомер заменил. Применительно к результатам российской сборной. Виктория Сливко и Матвей Елисеев заняли восьмое место. Стрельба была неплохая. Все-таки ходом проигрывали. Но Вика призналась после финиша, что с самого начала так пошла не очень своим тэпом. Но соперницы нагнетали. И здесь, конечно, нужно к высоким скоростям привыкать. В нашей команде еще, если говорить про женщин, есть и Акимова, есть и Миронова. Конечно, мы девчонок увидим. Впереди индивидуальные гонки. Впереди спринтерские соревнования на следующей неделе после двух выходных. Все, мы это в прямом эфире покажем. Ну и вот сейчас Таннер Вольт и Сьюзан Данкли. Валентина Семиренко по Чупарова пятая. Валя Семиренко помогает своей родной сестре в воспитании сына. Он здесь. Ну и тоже, мы помним, у Валентины были приличные проблемы со здоровьем, которые вроде бы удалось преодолеть. Во всяком случае, так и спортсменки говорят, и наставник. Один из наставников уральнской команды Гегорий Шамрай, который очень долго работает с Витой и Валей Семиренко. И так, к интересным персонажам. Анастасия Кузьмина за сборную Словакии будет бежать на втором этапе. Сейчас у белорусской команды под 15-м номером, в Словакии под 14-м Надежда Скорзина. А Дарья Домрачева на втором будет бежать. И так, друзья, под Чупарова рано закончила сезон. Московская спортсменка приняла решение доказать. Себе тренер замечательный Юрий Лелин, который воспитывал спортсменку, и доказать и ему спасибо за помощь прекрасному специалисту. После курса лечения в Австрии была проведена серьезная диагностика. Несколько сборов пропустила, но летом уже показывала под Чупарова неплохие результаты. Реакция на нагрузку была адекватной, ну и контрольные тренировки проходила, ну и хорошее восстановление, собственно говоря. Тоже мы отмечали у под Чупаровой. Ну, мы это, я так говорю, применительно к тренерскому штабу российской команды. Ирина Старых сейчас находится на сборе в Поклюке вместе с Владимиром Королькевичем, который уже официально стал одним из тренеров российской сборной. Ну, а здесь на хозяйстве у женщин Сергей Коновалов, старший тренер, Николай Загурский, Михаил Девятьяров, первый год работающий с нашей командой, прекрасный тренер по лыжам, олимпийский чемпион. Ну, посмотрим, насколько адаптирована нынешним реалиям наша сервис-бригада. Было ощущение, что уже чуть-чуть на спуске проиграла под Чупарова, но в любом случае мы сохранили костяк, ведомый Михаилом Колосковым. И наш сервис-ребята по-прежнему справедливо считается одним из самых лучших в мире. И под Чупарова пока десятку замыкает, с ней рядышком и проезд мы видим, и Скордина. Скордина вместе с оруженником белорусской команды ложи поменяла. Ну, и понятно, что она, не меняя изготовку, стала целиться не правым глазом, а левым. Помните, проблема была со здоровьем, об этом я рассказывал много раз. Ну, и, собственно говоря, вот в этой своей изготовке пытается найти, надежда, новые плюсики. Посмотрим, будут ли они получаться. Ну, мы знаем, если продолжать разговор про Ольгу Почуфарову, что все-таки тренеры говорили, всю нагрузку она выдерживает. Конечно, делали коррекцию работы, но в целом объемом тренеры довольны. В стрельбе знает, что хочет, может экспериментировать. Если есть ошибка, сразу признается об этом. Ну, в общем, в течение подготовки к сезону Почуфарова достаточно уверенный, стабильный стрелок. Но вот сейчас опять я попадаю в вилку, когда болельщики пеняют, дескать, не хвали наших, пока к рубежу не подошли. Потому что шведские вороны все, что угодно могут накаркать. Посмотрим. Лизавитоци. Шведская команда. Под восьмым номером. Ханна Эберг. Шведы сегодня едва призером не стали. Но вот итальянка, посмотрите, весьма симпатичная девушка. Ну и, конечно, мы следим за Почуфаровской стрельбой. Шведка, быстро! Быстрее быстрого! Итальянка, молодец! Почуфарова из пяти работает без дополнительных патронов. Внимание! Француженка промазала раз. Франциска Пройс тоже промазала. Вот в этой группе, друзья. Посмотрите. Хозяйка состязания Эберг тащит витоц и Словенко. И здесь мы увидим у Лены Хэки проблемы. Не очень стабильный стрелок из Швейцарии. Почуфарова пятое. Рядышком с Кардина Тандровольд. Данкли, Пройс. Дунис Доулцы сборной команды Австрии. Кочергина, Йорданова. Фуруя из Японии. Ну и дальше Кореянка Мун. На втором этапе Пролина Булыгина будет бежать. Команда Казахстана. Но мы видим, что фарт израсходовала сегодня. И так пока для нас все неплохо. Делаем паузу, друзья. Реклама на биатлоне. Это больше, чем реклама. Друзья, Валентина Семиренко выходит на первое место. Почуфарова, посмотрите. Несколько позиций потеряла. В чем причина? Падение Ольги Почуфаровой. В подъем произошло. Споткнулась российская спортсменка. Вы это видите, друзья. Именно поэтому сейчас наша барышня откатывается чуть-чуть назад. 25-летняя российская спортсменка продолжает бороться. Но вот мы с руководителем нашей делегации, Кириллом Филипповым, внимательно просмотрели сейчас видеозапись, как спуски проходил. Там дело не в том, как лыжи работали. Они работают прекрасно. Бережет себя немножко Почуфарова. Все-таки, может быть, чуть побаивается. Но, как бы там ни было, соперницы чуть резвее. Именно на спусках. Но посмотрите, какая борьба, уважаемые друзья. В этой гонке. И сейчас Надежда Скордина. Выходит. Уже на первой позиции. Не собирается уступать. Она была после стартовой стрельбы за Ольгой Почуфаровой. Как болеем, уважаемые друзья. Вся страна переживает. И вот уже фан-клубы Биатлон работают повсеместно. Я знаю, как сейчас. Десятки и десятки. Какой там десятки? Наверное, сотни и тысячи. Но тюменский фан-клуб возглавляет Аня Маслова, родная сестра Антона Шипулина. Ребята, вам огромный привет. И там уже и Екатеринбург присоединился. И даже в Москве сейчас на Шаболовке. Ах, как болеют. Сережа Костин, исполнительный директор СБР. Привет. Посмотрите, как как раз чуть тихарится. Да, вот есть такой термин в спорте. Ольга Почуфарова и уступает. Уступает. И, конечно, горнолыжной подготовкой нужно заниматься серьезно. А у Михаил Девятьяров, олимпийский чемпион по лыжам. Один из тренеров нашей сборной. Есть, что подсказать. И девчонки ловят каждое слово метро. Но вот смотрите. И дальше начинает уже чуть-чуть отыгрывать Почуфарова. Но трасса, конечно, хоть и разбита сейчас после первой гонки. Но, с одной стороны, разбита. С другой, подморозила уже. И понятно, что корка образовывается. Как без этого? Ведь то Ци. Валя Семиренко, Эберт Дакли, Тандервольт, Скордина. Лундер из Канады. Франциско Пройс и Почуфарова. Но здесь пока рядышком идут. Шевалье 12-6, как мы видим. За пределами первой десятки Пушкарчикова. В сборной команде Чехии здесь тренируется, но не будет выступать Габриэла Каукалова. Любопытный момент. Мы подсмотрели. Пришла на стрельбище, повернулась. И откуда-то из кармана выпала помада. Блеск, соответственно. В общем, здесь Габриэла верна себе. Мы решили, что выпали эти приборы после того, как Занина она увидела. Потому что Занин бегает за чешской командой. А Чехия от Занина, собственно говоря. Ну, как обычно, всем некуда. Ну, это нормально, друзья. Биатлонная семья. Милые бронятся, только тешатся. Передают чешским поклонникам биатлона горячий привет. Вся Чехия смотрит Матч ТВ. Это не секрет. Но шутки с шутками. Под Чуфарова сейчас... Ну, где-то под занавес первого десятка. Там просветик. Первые восемь человек. Десятая как раз под Чуфарова идет. Это второй огневой рубеж нашей смешанной эстафеты. Еще раз напомню, что Ольга действующий бронзовый призер. В этом виде программы. Чемпионаты мира, конечно. Ах, витоцы, вы посмотрите. Это вам не сборная Италии по футболу. Здесь мощь. Последний выстрел у Почуфарова. Шевелье молодец. Ликвидировал отставание в стрельбе. Длина в стрельбе в данном случае. Доп-патроны многие достают. И первый. Первый доп-патрон. Удачное окончание стрельбы для Почуфаровой. Лиза витоцы. Смотрим. У кореянки не получается. Американка все доп-патроны израсходовала. Трудно норвежке. Следим за нашей. Почуфарова восьмая. Девятнадцать и шесть десятых отставания. И Валентина Семиренко. Двадцать три. Одну десятую проигрывает. Одна из сестричек Фиалковых. В данном случае Паулина, а не Ивона. На первом этапе за сборную команду Словакии. Словакии, кстати, нас очень поддерживают. По-русски прекрасно говорят. И в этих наших треволнениях, естественно, сейчас крайне трудно всем. Посмотрите в программе «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым интервью Шипулина, где мы там и о политике в том числе говорим. Я еще раз хочу сказать, что нас поддержали норвежские комментаторы, за что огромное спасибо им. Даже АРДшники в разговорах с нами говорят, что важно видеть русскую команду на Олимпиаде с флагом и гимном. Потому что нужны достойные соперники. И все знают, вот это наше мироощущение от подобных вещей. Понятно, что все с тревогой ждут начало декабря. Там скоро не за горами и заседание ВАДа будет. Какие новости? Не продлена аккредитация и нашей легкой атлетики. Опять в дисквале будем находиться. Хочу поддержать легкоатлетов, паралимпийцев. Трудная, тяжелейшая ситуация. Готовясь к старту, кстати, заглянул к нам в офис Антон Шипулин. Дальше убежал разминаться. Наша съемочная бригада побывала и на кубке IBU. Мы об этом тоже говорили в программе. Спасибо Сергею Костину, Кате Боярских, ярким представителям Союза биатлонистов России за помощь. Помогли из гостиницы. Это здорово. Но благо, друзья, автотранспортом мы обеспечены. И здесь мое персональное спасибо отделу трансляции, который знает все, что нужно комментатору. Вот это здорово, друзья. Вот где-где, а дружба превыше всего. Поэтому низкий подклон, друзья. Скордина 7,7 проигрывает. Оберк 8,4. Почуфарова. Вот последний круг пошел. И здесь 19,6 было отставание. Оно увеличивается 23,6. Но теперь уже Ольга вываливается из первой десятки. Валентина Семиренко, которая 4 секунды проигрывала. В свою очередь сейчас уже полторы выигрывает. То есть почти 5 секунд Валя отыграла вот на этом участке у Ольги Почуфаровой. За Почуфаровой канатка, Фуруя из Японии. Хэки, швейцарка Хойниш. Из Польши Кочергина, сборная Литвы. И Лиза Витоц и, уважаемые друзья. И вы посмотрите, как за ней Ольгер бежит. Но шведки по-прежнему жалуются на серьезность нагрузок, которые им предлагает тренерский штаб и Больган Пиклер в частности. Но мы видели по тому, что, скажем, происходило смешанное эстафете. Готовность Шведа к первому этапу сомнений не вызывает. Но, собственно говоря, мы прекрасно знаем, что шведы стараются каждый раз, независимо кто тренер, естественно, блеснуть на первом этапе Кубка Мира, который проходит в родной стране. Тем более, что через год здесь, в Эстерсунге, пройдет первое постолимпийское мировое первенство. Лиза Витоцца однажды была на подиуме Кубковом. В спринте была четвертой на чемпионате Мира. И вспомните, ей чуть-чуть не хватило до медали, но Витоцца огромная молодец. Спорт-светка молодая, ей 22 года. Патрик Оберегер долго работает с ней. Посмотрите, как мощно шведка работает на финише. Юрий Альберс подсказывает, там гостренер белорусской команды Скордина. Секунду и семь десятых. И вы посмотрите, вот еще одна когорта биатлонисток. И здесь вот только-только появляется Пачуфарова. Трудно просьб после болезни. 10,6, пока далкли, может быть, не так быстро, как мы привыкли в последние пару лет, когда шуровало очень здорово американки на чемпионате мира в том числе. Итак, давайте смотреть. На отрезке 5 километров и 700 метров Пачуфарова проиграл еще две позиции. Отставание 28,8. Ну, казалось бы, проигрыш вроде не такой большой, но соперницы еще прибавили. Это Олимпийский голод. Горатея Вирер. Ее фотографии в образе медсестры, уважаемые друзья, покорили сердца мужчин-поклонников биатлона по всему миру. И сборная Швеции. Вы посмотрите, Беларусь вторая, Италия третья. Шведки все-таки превзошли на финише соперниц. Оберг молодец. Но вчерашняя юниорка, прекрасная лыжница. Дальше в борьбе, посмотрите. Анастасия Кузьмина убегает за Словакию. Чехия, Германия, Финляндия, Франция, Украина. Сборная команда Финляндии. Мария Лауклин сменила. Кайса Мекаранин. Кайса на втором этапе. Как интенсивно занималась стрельбой Кайса Мекаранин. Повышала скорость прежде всего. Но, естественно, не забывала о точности. Почуфарова, друзья. Екатерина Юрлоперхт. Экс-чемпионка мира по биатлону. Смотрим. Отставание. 34,9 секунды. На концовку гонки Ольги не хватило. Тяжело. 34,9. Вот если считать после стрельбы, где Почуфарова проигрывал 19,6. Сами понимаете, отставание приличное. Но и вот здесь, если смотреть по скорости, то фактически прекрасно прошла Фиалкова, Тандровольд. Шведка здорово. И Почуфарова там ближе к минуте проигрыш. Это серьезно. И знаете, сколько на последнем отрезке Почуфарова проиграла Тандровольд, который в свою очередь показал лучший ход? 36 секунд. Вот это западение скорости Почуфаровская. Но в данной ситуации мы видим, как счастливы тренеры шведской команды. Пиклер традиционно находится на дистанции. Итак, Екатерина Юрлова. И мы видим, друзья, Дарью Доброчеву, которая берет лидерство в свои сильные и нежные руки. Беседовал я с Дарьей, с Улей Айнером. Видел Ксюшу. Солнечный ребенок. Замечательный совершенно. И Дарья сказала, что здесь мы все вместе. Конечно, сложно разрываться между семьей и любимой работой. Кайса под 12-м номером. Причем интересно, что сборная команда в Финляндии уступала. И сейчас подошла сразу же поближе к Кайса. Но Доброчева вместе с Улей Айнером использовала много горной подготовки. Рогер Грубин консультирует спортсменку. Пару сборов из команды Республики Беларусь Дарья прошла. Ну и вот сейчас, кстати, интересная спортсменка выступает за сборную команду Польши. Вернулась после рождения двойни Вероника Новаковска, которая как раз говорила о том, что Даран Абер, Дарья Доброчева вернулись и показывают результаты. А польская барышня после двойни, в общем, сразу практически приступила к тренировкам и хочет показать хороший результат на Олимпиаде. Тем более, что она чемпионат мира уже была призером. Екатерина Юрова тут такая же ситуация после рождения ребенка. Анатолий Ховацев продолжает работать индивидуально со спортсменкой. Но тут тоже тесный контакт с тренерами нашей сборной. И посмотрите. Экхов, Магнусон, Виткова, Макаранин, Вирер, Кузьмина, Хаммершмитт за сборную Германии, Бескон, Француженка, Петгрушная за сборную Украины, Эрзен, Словенская спортсменка, Коклер Игон, полиглоты сборной США. Ну и вот сейчас мы видим здесь, на почтительном расстоянии, увы, за Селиной Гаспарин, за Вероникой Новаковской, Юрлову Перхт. Проигрыш 35-секундный сейчас. Ну, он, собственно говоря, таким же и остался. То есть вот если сейчас относительно, скажем, сборной команды Швеции, то примерно в одни ноги идет Юрлова Перхт. Катя официально теперь выступает под двойной фамилией, изменила документы и в заявке IBU фигурирует как Юрлова Перхт. Ну, это и журналистам на заметку в том числе. Кайса вырывается вперед. Продолжает надеяться, что удастся ей хорошо выступить на Олимпийских играх. Но мы помним, как Кайсе не везло. И «Глобус» выигрывала. Становилась призером, чемпионом мира. Но Олимпиада – это совсем другое. Итак, друзья, мы ждем, когда Юрлова подойдет. Прекрасная техника лыжного хода, об этом Девятьяров говорил. Но индивидуальная программа подготовки согласована с тренерами. Ответим не только Анатолия Хованцева, но и Виктора Юрлова. Это отец и личный тренер Кати. Ключевые моменты тренировок проходило вместе с командой. И вот сейчас Доброчева и Кузьмина. Экс-россиянки Кузьмина, кстати, испытывает снова вот те же самые эмоции. Юрлова прошла сейчас, мы видим, но там еще целый крюк идти. Как и перед Олимпиадой 2014 года, продолжая разговор про родную сестру Антона Шипулина, в Новой Зеландии тренировалась довольно долго летом вместе с нашей лыжной командой российской. Ну и пытается моделировать какие-то тоже свои олимпийские истории Анастасия Кузьмина. Ну вот наши болельщики, друзья. Здесь целая диаспора, 12 регионов. Представляете, я уже об этом говорил. И огромное всем спасибо. Поддерживают, болеют и будут болеть на протяжении недели. Кайсом и Каранин. И вот здесь, вот в этой группе мы видим 8 человек, чуть поодаль. Она из Бескон, то есть 9. Смотрю в окно комментаторской кабины. Только-только сейчас начнет появляться Екатерина Юрлова-Перхт. Растянулась дюжина сильнейших. Смотрите, насколько общий уровень вырос Биатлона. Об этом мы говорим каждый раз. Иллюзионщики, кстати, шведские новые точки. Ищут, ищут здорово. Вот Юрлова, мимо оконкоментарской позиции. Так на глазок проигрывает не так много. То есть скорость выдержала лидера. Вирер, Кузьмина будут в лидерах. Прекрасно шведка. С доп. патронами соперницы. Хаммершмидт закрывает из шести. Тири Лехов, олимпийская чемпионка в этом виде программы, закрывает тоже. Селина Гаспарин промахивается. Дарья Доврачева из шести отработала. Магнусом третья. Следим за Юрловой. Экхо в четвертое. 9,3. Дальше просветик. Кайса 14,7. Юрлова. Последний выстрел. Точно. Молодец. И здесь у Чешки проблемы, уважаемые друзья. Мы видим, что вслед за Пушкарчиковой, Виткова не так блестяще проходит. Екатерина Юрлова. Мы сейчас дождемся контрольную отсечку. Во всяком случае, сейчас уже пытается вклиниться в десятку сильнейших. Российская команда. Восьмерку замыкает Доврачева. Плюс 17. Питгрушная 25. Рэмсом Канадка. Новаковска 39. Юрлова. Перд 41 секунду. Уступаем в борьбе, друзья. На рекламу. Мы возвращаемся в прямой эфир. И у нас тут как в фильме «Пока ты спал». Пока вы смотрели рекламу, Юрлова Перд уступила порядка 9 секунд. Кузьмина идет в лидерах. Мы 11-е. 50,2 секунды отставания. Ходом по-прежнему проигрываем. Ну и здесь, как заезженная пластинка, наша песня хороша. Начинай сначала, но увы и ах. У нас Ольга Почуфарова в прямом эфире, уважаемые друзья. Дмитрий Занин, пожалуйста. Спасибо большое, Дим. Оль, как ощущения после гонки, первый старт в сезоне? Ну, я, в принципе, третий год стартую эту гонку. Ну, за три года, наверное, сегодня тяжелее всего она прошла. Как, ну, если сравнивать именно со стартой гонкой сезона. Ну, не знаю, что сказать, тяжело достаточно не прошло. Это было неожиданно, судя по всему. Потому что мы с тобой разговаривали, ты говорила, что самочувствие лучше, чем в том году. В принципе, мы не ориентируемся, да, на какие-то позиции на первом этапе. Мы ориентируемся на отставание по времени. В принципе, отставание по времени. Ну, не выполнила я те задачи, которые перед нами стояли. Но в плане стрельбы не скажу, что я поторопилась с настоя последним выстрелом. Но не хватило какого-то, наверное, буквально миллиметра. Нормально заходили выстрелы. Дверина шла, но миллиметра не хватило. Но я пока не хочу делать никаких выводов, потому что... Хорошо, Ольга, мы сейчас все это обсудим. У нас просто продолжается стрельба сейчас в гонке. Мы придем слово Дмитрию Губерниеву. И подробное интервью Ольги вы увидите дальше в эфире канала Матч ТВ. В программе «Вся на матч» обязательно. А пока Дмитрий продолжает трансляцию. Спасибо огромное. Дмитрий Санин. Почуфарова. Все будет, все получится. Оля. Подробности в программе «Вся на матч» по традиции. Даниэль Кузьмин. Звездный муж и тренер. Анастасия Кузьминой. Настя молодец. Уверенно лидирует. Юрлова, кстати, на отрезку проиграла 2 секунды еще. На 11 позиции шла. Отрезок перед стрельбой сейчас пока не проходит. Ай да Кузьмина! Ай да Настя! Какая молодец! С отрывом будет сейчас лидировать. Двукратная олимпийская чемпионка. Соперницы мажут. Уходит Кайса, уходит Доротея. Тирель. Посмотрим, занервничает или нет. Шведка молодец. Еще. Один промах был, но из 7. Тирелехов отработал. Она из Бескон. И Дарья Домрачева. Кузьмина на Каранин. 17 секунд. Посмотрите, проигрыш финки. Вира расступает 18. Марн Хаммершмидт 21. Магнусен 25. Яков 26. Бескон 26. И 8. За Юрловой следим. За стрельбой Юрловой перхт. Мажет Катя у Петгружной. Дела не очень. Смотрите, какая Новаковска молодец. Из 6 Юрлова перхт. Ликуют наши болельщики рядом со Словенией. Но проигрыш уже минутный. Новаковска 56. Мы будем замыкать десятку сильнейших. И вот еще только проходит контрольную отсечку Юрлова перхт. Мы даже не попали в официальную графику. Десятые минута 0.8 проигрыш. И всего-то два дополнительных патрона. У нас, между прочим, у сборной Швеции, у сборной Италии и у сборной России в этой гонке пока лучшая стрельба. Два дополнительных патрона. Ну, тоже анализируя, сказавшим, позапрошлогоднюю работу наших дам. Когда тренером по стрельбе был Сергей Коновалов, наши стреляли лучше всех. В этом компоненте у нас наставник великолепный. Плюс Загурский занимается. Но вот опять же ход. Настя Кузьмина без устали работает. Не будем забывать, что у Леонида Гурева проходило становление двукратной олимпийской чемпионки в составе сборной команды Словакии. Кайса Макаранин. Которая, как мы знаем, частейко спарринговала с Екатериной Юрловой перхт. Многое дала российской спортсменке. Но вот смотрите, насколько Кайса в ее лыжегоночной подготовке. Сомнений нет никаких. Но насколько она в нынешнем сезоне уже способна прибавить в стрельбе. Кузьмину догоняет Кайса. И вроде бы казалось, Кайса довольно возрастная спортсменка. Но все ни по чем. Для финской молнии Белокурая Макаранин. Две секунды уступает Марн Хаммершмит. Еще одна блондинка. Третья позиция. 12,8. Вы посмотрите, что она творит. Дороте Вирер. Трудно ей сейчас приходится. И уже нет такого проката. Пригнулась к снегу немножко. Уже сил практически нет. Но терпит Вирер. Плюс 17. Доброчева 27. Даше очень тяжело. Но понятно, что сейчас только начало сезона. Вдвоем идут сейчас. И насколько удастся продержаться Анастасии Кузьминой за Кайса Макаранин. Кайса уходит. Уходит. Но согласимся, друзья. Глядя на Кузьмину начало сезона. Не удивлюсь, если всерьез нацелена на золотой олимпийский хет-трик Анастасии Кузьмина. Но вдумаемся, насколько с этой точки зрения Настя титулованнее Кайса Макаранин, которая, по-моему, два, да, у нее, хрустальных глобуса. Но некоторые всерьез считают, что победа в Кубке мира даже престижнее олимпийской. В общем, я могу отчасти согласиться с этим. Стабильность в течение целого сезона. Но олимпийское золото есть олимпийское золото. Отрезок 4,7 Юрлова. Минута 0,8. На 12 место перешла. И вот уже Селина Гаспарин, Лена Петгрушная, швейцарка-украинка превзошли российскую спортсменку на подступах ко второму огневому рубежу третьего, второго этапа второй же гонки. На третьем этапе у нас Максим Цветков будет бежать. Финишер Антон Шипулин, уважаемые друзья. Хаммер Шмидт, вы посмотрите. И за ней Тирель Экхов. Тирель Экхов после прошлого сезона здорово выставил в норвежском чемпионате. Прекрасно тренировалась вместе с командой. Но в этом году, кстати, на Рождество будет на сборах. Домой не поедет, потому что последний, по-моему, даже года три поездка домой сразу болезнь. Сейчас ставки серьезные. Олимпиада. Доротея проходит. Мы видим, что пятый результат. И преимущество Кайса относительно Доротея Вира становится больше. Дарья Домрачева уступает 26,2. И, кстати, скорость, ну, во всяком случае, Кузьминой выдерживает. Кайса, понятно, бежит быстрее. И здесь уже сильная половина сборных команд. Оглядывается Томаш Хазилла. Но первым оглянется сейчас представитель Финляндии под двенадцатым номером. Терос Сетпалае. Какой задел. Спасибо, Кузьминой. Блестяще. И сборная команда Норвегии. Йоханнес Бео. Тарий Бео на Кубке Айбию подъедет позже. Выиграл гонку. Прекрасно смотрелся. Италия. Доминик Виндиш. Олимпийский призер в этом виде программы. Франция. Жанги Беатрикс. Беларусь. Молодцы. Дарья Домрачева. Здорово. Сергей Бочарников. Бывший российский спортсмен. Восьмой номер шведы. Здесь у Анны Магнусен не все так блестяще. Передача эстафеты. Еспер Нелин. Восьмерка. В тридцати пяти секундах. Юрлова проигрывала минуту девять. Там Новаковска. Гаспарин. Петгрушная. Юрлова перхт. За Юрловой. Эрзен. Виткова. Виткова с кругом. У Витковой снова эстафета не получается. И вот сейчас мы видим Юрлова. Появилась. Швейцария впереди. Польша впереди. Максим Цветков, уважаемые друзья. Максим Цветков. Бежит у нас на третьем этапе. Проигрыш больше минуты. Но борьбу ведем. Борьбу ведем. Хотя сейчас, конечно, уже все иначе, нежели на старте. В Словении. Клемен Бауэр. Но тоже мы знаем. Тей Грегорин. Олимпийского призера. Проблема с запрещенным препаратом. Старая история. Он же и Моравец. Седьмой номер. Максим Цветков, вступающий за Москву в Вологодскую область. Москвичкой Подчуфарова. Юрлова мы знаем. Санкт-Петербург. Но Цветков один из самых стабильных. И стрелков. Рика Гросс. Говорил о том, что весьма сильный спортсмен. Тянется не только за Шипулиным, а за другими лидерами команды. В этом году Рика Гросс работает вместе с Андреем Падиным. Крепкий наш тандем. Не будем забывать, что у Подчуфаровой было падение. Лыжа из-за билборда зазыпилась. Сбилось дыхание. Ну и вот еще одна проблема, что Занин сейчас сообщает. Некоторую развивающую работу пропустила во время недавней простуды. Приболела Подчуфарова. Может быть и с этим еще связано вот такое отставание на первом отрезке. Ну и вот тоже интересную деталь сейчас подметила и Подчуфарова. Что уже, чтобы вариться в общем котле, нужна и конкуренция во время сборов. И хочется тренироваться с другими командами, чтобы тянуться за ними. Но здесь тоже, понятное дело, организаторы сборов, тренеры Союз биатлонистов России, Минспорт. Тут тоже должны, наверное, в тесном контакте со спортсменом быть. Не без этого. Ну, на самом деле в отдельных тренировках тоже прелести есть свои. Андрея Штицель. Мы знаем этого немецкого тренера. Вот сейчас, уважаемые друзья, посмотрим, что покажет нам Максим Цветков. Гений Гаранчев должен вот-вот присоединиться к команде. Потому что приболел, работал с личным тренером Максимом Кугаевским. Но мы здесь его увидим. Была проблема со здоровьем у Цветкова в мартеле перед Чайковским, перед летним чемпионатом России. Очень большая концентрация на работе. Бьется за каждый выстрел, в том числе на тренировке Максим. Но мы знаем, что Цветков в свободное от тренировок время открыл YouTube-канал. И активно просит всех подписываться, уважаемые друзья. Потому что для того, чтобы Цветков сделал Дудя, здесь должны объединиться все поклонники биатлона. И тогда, как говорил великий партнер Юрия Никулина Михаил Шуйдин. Осторожно, Юра! Но у нас тем временем борьба. Йоханнес Бео. Очень интересно, когда, кстати, анализирует подруг против Бео и Свенсона, все обращают внимание, что они похожи друг на друга. Выбрали один типаж женщин. Но Свенсон даже ради этого, ну, собственно, ради Олимпиады свадьбу перенес. На первом месте спор. Смотрите, Сэппелайфин держится за Йоханнесом. Йоханнес, кстати, очень здорово в шушене выглядел. Доль. Это сборная команда Германии. Вспомните, как он блистал на чемпионате мира. И Доминих Виндиш, которому не привыкать в смешанных гонках стоять на педестале. У нас, кстати, были победы, в том числе и в Эстерсунде. В 2012 году в 2011-м в Хокфильсене. Там Зайцев, Вилухин, Волков, плюс ко всему Шипулин. Евгений Устюгов руку приложили. Наши последние громкие виктории на чемпионатах мира. Аж 2006-й год по клюка. Ну и вот впервые были призерами в прошлом сезоне в смешанной эстафете на чемпионате мира. А перед этим в Эстерсунде, как раз на чемпионате мира 2008-го года. Цветков, между тем, Юрлова-Перкт проиграла Кайси 17-2 на последнем отрезке. То есть последний круг прошел, а так отставание минутное от Кайсы. Цветков пытается сократить сейчас за швейцарцем Финелло. Минуту 0-3 отставание. Уже 5 секунд отыграл, но достаточно много. Это понятно. Ирина Йоханнес-Бео подходит к стрельбе. Зигфер Кмазе много про него и Куркат в своей книге писал. Книга скоро выйдет на русском языке. По-моему, стоит она на Западе сейчас около 19 евро. Финн молодец. Йоханнес смажет, берет дополнительный патрон. Сборная Финляндии продолжит лидировать. То будет вторым Италия. И снова Йоханнес смажет. Может быть не хватает концентрации. Но из семи отработал сейчас. Гранцузы. Сборная команда Германии без штрафных кругов. Но сейчас щекочет нервы Бунда с поклонником. И вот Максим Цветков, уважаемые друзья. Сетт Палай. 10 секунд у Виндиша. Хазила 3-й. Йоханнес 16-8. Беатрикс. Гранцузская команда. Да, без Фуркада. Но Фуркад не стал призером и в смешанной предыдущей гонке. В одиночной смешанной эстафете. Цветков. Прекрасный Максим. Прекрасно сокращает отставание. Максим Цветков, уважаемые друзья. На третьем этапе. Пятая стрельба. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Вот он сейчас подойдет к контрольной отсечке. Около минуты будет проигрывать российская сборная. На девятом месте мы идем. И здесь опять-таки вся борьба впереди. Уж вы извините, уважаемые друзья. Молодец. Цветков. Сделаем паузу. Сейчас давайте смотреть. На третьем этапе отрезок 3,7 километра. Сеп Палае. Уже дрожит под надеском соперников. А мы рукоплечим Цветкову за блестящую, сверхбыструю, сверхточную стрельбу. Потому что то, что Максим показал на стрельбе, это просто потрясающе. Потрясающе. Ждем, когда он пройдет отрезок 3,7. Там Бочарников был впереди с просветом в 25 секунд. Сокращает Максим Цветков, уважаемые друзья. 55 секунд от Сеп Палае от Виндиша. От Бенедикта Доли, который идет в седьмым. Фактически 27 секунд. Но есть шансы в этой гонке побороться за медаль. Безусловно. С учетом последнего этапа и с учетом еще половины Цветковской гонки. И личный тренер, по-прежнему Николай Петрович Лопухов. Начинал, мы знаем, у Сергея Цветкова, своего отца. Максим молодец. Очень возмужал. Лично я, но, наверное, и целая страна благодарна за роскошное пение государственного гимна Российской Федерации. Цветков. Я видел, как жилы напрягались. А пуще, чем у Макаферти из Назарета в лучшие годы у Максима. Блеснул тогда вместе с парнями. Так, Виндиш Сеппалая. Террес Сеппалая, ему, кстати, всего-то 21 год. Был замечен на чемпионате мира, где бежал три гонки, но даже в пассют не попал и в индивидуалки был в 79-м. Анастасия Кузьмина, между тем, в прямом эфире нашего телеканала. Дмитрий Занин, пожалуйста. Спасибо большое. Дим, девушка, за которой мы очень переживаем всей страной. Настя, как тебе старт сезона сегодня? 5 и 5 по нулям, все красиво. Да, конечно, было красиво. Немножко пришлось потерпеть на трассе. Было тяжеловато, конечно, бороться по такой разбитой лыжне. Но я думаю, что, в общем, такое положительное настроение и хорошие эмоции. Олимпийский сезон начинается. Мы знаем, как ты умеешь выступать на Олимпийских играх. С какими самочувствиями подходишь к этому старту? Насколько полноценно сумела подготовиться? Я думаю, этот сезон и этот старт важен для каждого спортсмена. Олимпиада – это что-то особенное. И пока говорить рано, насколько готова, насколько сильна. Сезон пока, что он только начался. Он достаточно длинный. И до февраля, до Олимпиады еще есть время. Мы с тебя все равно переживаем. Глядь, прекрасно знаешь, удачи тебе. А мы пока продолжаем смотреть за стрельбой парней. Дмитрий, вам слово. Спасибо огромное. Итак, стойка, друзья. Виндиш первым подошел. Ах, Италия! Форца Италия! Финн и Йоханн и смажут. Рыжий Бео стреляет очень быстро, готовился с командой. Но вот мы видим, сложности есть. Благодарил Зигфрида Мазы. Прогресс в стрельбе был очевиден, но может быть не в последнем выстреле. Цветков, Цветков, вот он он! Делает круг сейчас, Максим и появится. Это значит, что мы завязываем борьбу. Финн на проблемы. Посмотрите, 8 топ-патронов. Йося дарит нам сейчас. И Максим Цветков. Максим Цветков подходит. Свои последние стрельбы на третьем этапе. Итак, Виндиш плюс 13 козила. Йоханнес 23. Убегает немец вдоль шведы. Шведы будет... Нет, круг точно будет. Два будут ли? У француза проблемы. Посмотрите, какая эстапета. На круг! Франция и Швеция. Цветков мажет. Понятно, что догонял. Три топ-патрона, одна незакрытая мишень. Цветков. Молодец из шести. Молодец! И вот мы видим, как Бочарников сейчас выцеливает последний выстрел. И отправляется тоже на круг. Как меняется ситуация. Посмотрите, Швед пробежал 150 метров. Максим Цветков больше минуты, но здесь не утеряны. Российской сборной не утеряны, друзья. Авторитетно заявляю, мы продолжаем бороться. Беатрикс проходит. Какая гонка. Вот сразу же биатлон ставит высочайшие стандарты. Я представляю, друзья, какая сейчас аудитория. И вам огромное спасибо, зрители нашего телеканала по всему миру. Представляете, пишут уже из Африки, что смотрят. Мне, кстати, польские партнеры говорили, даже во время политических шоу, будучи не согласны с отдельной политикой, но вместе с тем биатлон смотрят на русском языке. Это огромное достижение. Телеканал Матч ТВ и Российской Федерации, друзья. Тут не будем забывать, биатлон, который объединяет. Про Чехов я уже и не говорю. Там все фанаты. Вот здесь Андреа Зингерли, его партнеры. Тоже и на собственном опыте наставники итальянской сборной знают, почем фунт победного лиха. На последнем этапе у итальянцев Лукас Хофер. Видишь, молодец. Видишь, крепкий боец. Может быть, не такой стабильный, как хотелось бы. Цветков. Седьмой результат. Три дополнительных патрона потратила российская сборная. Пока в этой эстафете лучше нас стреляют на данный момент только мои итальянцы. Йоханес Бео приболел на сборе в октябре, по-моему, но потом довольно быстро пришел в себя. Тоже готовится к семейной жизни. Приобрел коттед, где может расслабляться, восстанавливаться. Молодец. 24 секунды. Хазилу прихватывает. Тем более, что 10 секунд отыграл солнечно-подобный норвежский спортсмен. Когда немецкий тренер кричит, ощущение, что мы смотрим фильмы про Вторую мировую. Боже мой. Но на самом деле, если говорить серьезно, то очень эмоциональные. Так, у нас еще одно интервью. Юрло Перхт, уважаемые друзья. Дмитрий Занин работает. Спасибо большое, Дмитрий. Кать, первый гонок в сезоне. Тяжело ли было? Ольге сказала, что прям со всеми ей тяжко удалось. На самом деле, старалась держать свой ритм. Ориентировалась также, чтобы не загнаться слишком перед стрельбой. Потому что все-таки след надо было чисто. Вот, в принципе, конечно, пока что нелегко. Было желание опуститься в погоню за теми, кто впереди, попытаться отыграть серьезную отрасу? Ну, в принципе, мы пошли с Вероникой Новаковской. Вот, у нее был довольно-таки хороший темп. Вот, и мы по уходу первого отрезка даже немножко приблизились. Как трасса, если коротко? Трасса стала немножко лучше, чем была в предыдущие тренировочные дни. Нету таких совсем жестких участков. Такая, можно сказать, сыпучая трасса, но лыжи не проскальзывают. Это главное. Спасибо большое тебе, Кать. Дмитрий, продолжайте. Как там, наши парни? Спасибо, Кате Юрловой Перк, Дмитрию Занину. Но вот сейчас холодный душ-то, увы, потому что Цветков здорово запыхался на последнем отрезке. И уже минута 21. То есть, получается, почти минуту Йоханнес Бео выигрывает у нашего на отрезке 6 километров 200 метров. Давайте смотреть, что там на отрезке 7200. Тут еще, кстати, метров 350 идти нашему, а итальянцы передают эстафету. И прекрасно, причем уже 23 секунды было преимущество. То есть, вроде бы сейчас попытался приблизиться, но это не очень-то и удалось. Йоханнес убьет, тем более, что их Азила держит. И вот они сейчас в борьбе за тройку. Эмиль Хеглис-Венсен слева на ваших экранах. Может быть, последняя Олимпиада у четырехратного олимпийского чемпиона. И сборная команда Словакии. Матый Казар за словацкую тим. Арм Пайфер. Чемпион мира передает эстафету, по-моему, четырехкратному чемпиону мира. Не будем забывать, что немцы в этой гонке стали сильнейшими на мировом первенстве. Недавним фокфильцами. Сейчас нет Лауры Дальмайера. Мы, конечно, ждем обладательцу большого кристального глобуса здесь на этапах. Следующие гонки. Среда, четверг. Индивидуальные. Спринтерские состязания. Гонки-преследования. Не забудьте про нашу программу. Биатлон в губерниевом. По Москве в понедельник в 8.50 утра. Обещание сквозное на всю страну. Значит, ориентируйтесь по своему времени. Цветков приближается сейчас в борьбе с Финном. И у нас Антон Шипулин. Обязательно касание. Итак, друзья, Антон Шипулин против Громмана из сборной команды Финляндии. Дальше на восьмой позиции французы. Команды по вторым номерам. Джана Ги Беатрикса меняет Симон Дестье. Симона Фуркада опять мы не видим в заявке. Мартен Фуркад выступал сегодня в смешанной гонке. Лиза Тереза Хаузер с Симоном Эдером победили. В синдол-миксе я имею в виду. Хин Целесер, немцы вторые. Вишневская и Браун. Первый подиум. Такая серьезная победа кубковая. Иных слов и не подберу. У сборной команды Казахстана. Еще раз поздравляем подопечных Валерия Фальковского, любителей биатлона Казахстана. Итак, Антону Шипулину досталась во многом привычная такая задача. Бороться, но до третьей позиции, которую пока занимают Словакии. До второй и третьей Словакии Норвесы. Минута. Шведы в 15 секундах. В 37 немцы. Но во всяком случае будем бороться. Будем бороться до самого конца. Еще два огневых рубежа. Последние этапы. Мы видим, насколько серьезно отношение вот к этой эстафетной гонке уже теперь у каждой сборной. У каждой без исключения. Лукас Хофер. Сборная команды Италии, но едва ли не в идеальном составе сегодня выглядит. Витоци, Вирор, Виндиш и Хофер. Сильные люди, которые показывают прекрасный результат. Ход давайте сейчас посмотрим. У Йоханнеса лучший цветков 30 секунд. Проиграла львиная доля. Отставание на последнем отрезке. Последний круг 11 и 3. Там, кстати, здорово Нелин прошарашил. Из Швеции, выиграв даже 4 десятых у Йоханнеса Бео. Эмиль Хегли, Свенсен. Хофер, Свенсен выигрывает Мизеру, матая Казера. Секунду 9 десятых. И проигрывает уже 27. При передаче эстафеты было 23. И посмотрите, насколько итальянская команда здорово готова. Ну, кстати, Свенсен, когда говорил о том, что вскользь при этом Олимпиада, наверное, станет последней, но вот что карьеру завершит сразу после этого сезона, об этом Эмиль не говорил. Фуркат в своей свежевышедшей книге писал о Свенсене добрые слова, что его очень уважает, между ними хорошие отношения. И Свенсен помогает ему развиваться и становиться лучше. И должно быть соперничество. А еще Фуркат пишет, что реальный Свенсен совсем не такой, как на публике. И когда Фуркат готовился к чемпионату мира в Осло и жил в Осло, пригласил в гости Свенсена, их отношения стали теплее. Но в первую очередь они, естественно, не друзья, а соперники. И об этом тоже говорит Фуркат в своей книжке. Ну что, Антон Шипулин, уважаемые друзья, по-прежнему продолжает работать вместе с Алексеем Волковым в группе Крючкова и Гербулова. В этом году не было таких спаррингов с лыжниками, как, скажем, в прошлом сезоне, когда с Женей Дементьевым готовились зачастую. Но зато с командой Беларуси пару сборов практически совместных провели. А с учетом того, что белорусскую команду тренирует или консультирует Николай Петрович Лопухов мужскую, советы Великого Петровича знают, значит, очень много. Ведь именно он, по сути, создавал нашу бессмертную команду, которая в 88-м году на Олимпиаде в Калгаре творила даже не чудеса, а показывала, так скажем так, запрограммированное чудо. Волков и Шипулин. Пали только Шипулин и Волков. Не дюже получилось. Ну посмотрим, что сейчас. Километр 200. Там Шипулин полторы минуты проигрывает. Рядышком с Дестье. Они приближаются к шведу. Дестье начал очень сильно. Пайфер проигрывает 44-45. Соответственно, выигрывает у француза и Шипулина. Смотрите, как горячо на стрельбище. Ветер, кстати, стих и позволяет работать точно. Но посмотрите, что у итальянцев. И Словак сейчас промахивается два раза. Эмиль Кеглисвенсон пока палит без промаха. Молодцы. Норвежцы выходят вперед сейчас. Даже с преимуществом. Эмиль первый. Без права на ошибку сборная Италии. Цветков показался с французом. Идет. И посмотрите, на штрафной круг выходит сборная команда Италии. И здесь же. Шипулин, конечно. Боже мой. Водушевлен работает Цветкова, друзья. Так бывает. Да здравствуют комментаторские оговорки. Цветков, кстати, показался в надежде на интервью. Поэтому будем считать, что оговорки не было. Шипулин. Посмотрите, как все близко. Как все близко, Антон. И шведы молодцы. Вот кто молодцы. Промах у Шипулина. Четвертым выстрелом промах. 80 секунд дополнительных. Но вот сейчас попадает. Антон и продолжает. Вслед за Цветковым навязывать борьбу. Вот здесь вы посмотрите. До Пайфера. Ну не рукой подать, конечно. Но уже, во всяком случае, не минута. Минута 0,5. Оставание российской сборной. Уважаемые друзья, мы сделаем паузу, чтобы дальше смотреть финишные моменты. И вот, друзья, обещанный Цветков, который показался в зоне видимости канала Матч ТВ. Дмитрий Зарин. Пожалуйста, интервью в прямом эфире. Макс, спасибо большое, Дмитрий. 30 секунд от Йоханна Сабьо. Говоришь, нормально. Нормально? Нормально, Дим, но я бы хотел начать не с этого. Сегодня в России отмечается День матери. Я хочу поздравить свою маму и всех женщин. Спасибо вам. Большой молодец. Теперь к делу. Да, в принципе, бежалось неплохо, но тут по тактике было сложно что-то такое придумать, потому что просто нужно было бежать с первого круга, работать на максимум и, конечно, стараться работать на ноль на рубеже, чтобы не терять секунды. На тренировке мы с тобой разговаривали, ты не мог даже примерно описать свое самочувствие, состояние формы. Теперь ты немного себе приоткрыл как-то глаза на собственное состояние. Как его оценишь? Ну, на самом деле, не скажу, что я чувствовал себя идеально, очень хорошо, потому что даже те контроли, которые мы проводили в Бейташтольне, было немножко полегче. Но, я думаю, сказалось немного длинная дорога, то, что добирались очень долго. Но, в принципе, я думаю, к следующей гонке уже будет полегче, то, что буду разбегаться. Сейчас немного со мной такое самочувствие, немного ноги вяжут, то есть не так легко бегу по трассе. Минута 0.05 отставание Шипулену в итоге выдали. Как думаешь, на что он способен сейчас? Ну, до лидеров, конечно, далеко это очень, но, в принципе, там до цветов вроде близко, да, там седьмые, шестые. Поэтому, я думаю, можно где-то близко быть. Можем мы быть довольными этим результатом? Сложно, сложно сказать, можно ли. Вари как есть. Ну, скорее всего, нет. Спасибо большое. Будем работать дальше. Дмитрий, тебе слово. Спасибо огромное. Вот благодарный Максим Цветков. Еще раз поздравление прекрасным женщинам с Днем Матери. Замечательный праздник, с этого я репортаж начинал. Ну и Цветков сказал о том, как наша команда ехала из Норвегии. Шестнадцать с половиной часов на автобусе. Там были проблемы некоторые на границе, но все в порядке. Но эта дорога здорово вымотала, конечно, и пришлось дополнительно восстанавливаться после всего. Шипулен, кстати, подбирается к Линстрюму на шестой позиции, уже удирая. В 10 секундах от Шведа сейчас. Там Казар, там Хофер, Линстрюм. У Хофера и Линстрюма были круги. Казар тоже не самый авторитетный боец. Зигфрид Мазе. Прекрасный тренер из Франции, который второй год работает со сборной Норвегии. Перевез семью поближе в Осло. Промах Сверсен. Так, тройка преследователей подошла. И вот сейчас уже показался на стадионе Шипулен за Шведом. Что Эмиль творит? Вы посмотрите, друзья, три промаха и три мишери. Занервничал в такой-то гонке, когда казалось, что все в норвежских руках. Шипулен потеряет около полуминуты. И Шипулен подбирается. Попадает снова Свенсен. Первым выстрелом Маша Словак тут пробок еще. И у немца. Итальярис промахивается из восьми. И Свенсен. Нет штрафного круга. Итак, уходят два соперника. И даже три соперника уходят. Шипулен будет сейчас стрелять. Посмотрите, в этой четверке. Цена промаха. И вот сейчас мажет Шипулина. Мы видим, дважды промахивается. Заклестнула погоня нашего Антона. Уходит Швет. Три промаха у Антона Шипулина. Как и у Свенсена. Линстром пятый, 22. Первым топ-патроном попадает Шипулен. Вторым попадает, как мы видим. Ну и борьба за цветы сейчас идет. И завершают вместе с французом. И нам нужно пытаться отвоевать. Место в шестерке сильнейших. С Симоном Дестьею и сборной команды Франции. Ну, конечно, мы рассчитывали на ругой. Но я хочу сказать, все равно в борьбе мы видим, друзья. Мы видим, что сборная команда России отнюдь не безнадежна на этом старте. Отнюдь не безнадежна. Но те проблемы, которые преследовали женщин наших, они так скандачка и не решаются. Работа была проведена. Я хочу сказать нашим командам огромное спасибо. Как бы ни сложилась сегодняшняя гонка. Сегодня многие проигрывали. В данном случае российский коллектив не исключение. Но то, что сейчас мы ведем борьбу и цветков блестящий. Понятно, что Шипулин, а столько проводил тренировки в высокой зоне пульсации, в том числе и на подходе к рубежу. Естественно, сразу результаты не ждать. Но Гербалов наставник спокоен. Так что в данной ситуации мы рассчитываем, что в следующих гонках у Шипулина, у Волкова все будет иначе. Борьба у нас, борьба. Жаль без России. Но тем не менее. Итак, четыре соискателя медалей. Мельхаген Срэнсон пытается убежать в этот подъем. Трасса очень непростая. Мы видим прилично разбитая. Хотя уже холодает. Но, собственно, здесь вообще три дня назад было минус 17. Потом плюс 3. Потом вечерами снова, собственно, Морозец подбирался. Итак, насколько сейчас Шипулин сможет совладать в борьбе за топ-6 с Симоном Дестио? Мы помним, как Шипулин зачастую финишный створ проигрывал в прошлом сезоне. Но понятно, что сейчас борьба иного характера. Пайферу приходится очень тяжело, как мы видим. Километр слизь с ним до финиша. Эмиль бежит первым. Но с давлением, с давлением. Итак, смотрите, три секунды. Лукас Хофер сокращает отставание. В припрыжку работает матый Казар. Молодцы, Словакии! Молодцы, Словакии! Пайфер пытается держаться. 5 и 5 от Свенсона. Здесь еще ничего не ясно. И в том числе с норвежской победой. С учетом того, что после стрельбы от Казаров 5. От итальянцев 6, от Пайфера в 8 практически. Свенс уходил, но прибавить ему не удалось. Швед. И вот-вот-вот сейчас Лукас Хофер старается догнать. И, судя по всему, это даже получается у него. И похоже, что выдыхается не только один соперник из Словакии, но еще и немец. Им трудно. Судя по всему, они будут бороться за бронзу. Но здесь я все равно ставлю знак вопроса, друзья. И оглядывается, оглядывается Хофер. Неужели синица в руке? Журавль летит к норвежским берегам. Посмотрите, второй раз оглянулся итальянец. Судя по всему, сдался. Второе место тоже весьма неплохо для Лукаса Хофера. Так считает он. Свенсонт силен, безусловно. Но как много сил потратил на это преследование. Шипулин впереди Деспьер. На отрезке 6 километров 200 метров выигрывает секунду. Немного, но все-таки. Линдстром пятым идет. У нас сегодня 7 дополнительных патронов. Это лучшая стрельба. Лучшая стрельба среди всех участников. Не сдается Хофер. Так же уверенно и мощно идет, как на гармонии играет. Миха растягивает так, что вся Италия практически дрожит. Так, так, так. У нас вышел на третье место Пайфер. На третье место Пайфер. И Казар. Казару тяжело. Но может быть на финише сборная команда Словакии поборется. За которую мы тоже болеем. Они очень нас поддерживают, друзья. В этой сложной международной обстановке. Свенсонт пытается при прыжку ускакать. Снова так полуоглянулся итальянец. И уже оглянулся значительно. Судя по всему, будет вторым уже без вопросов. Довольно большой сейчас просвет. Эмиль Хегли Свенсонт последние вдохи перед началом работы. И сборная команда Норвегии готовится сегодня победить. Эмиль Хегли Свенсонт венчает усилие партнеров после неудачи в сингл-миксте. Сборная Италии занимает второе место. И немцы третий. У Словаков четвертый результат. И согласимся, что это в общем неплохо. Дальше, друзья, отрезок 7-200. Здесь Дестье держится за Шипулиным. Нам практически эту борьбу не показывают. Но я хочу сказать, что тоже сейчас интрига. Сумеет ли наш Антон взять в свое борьбе за шестерку сильнейших? Сборная команда Швеции. Итак, появляются сейчас. Наш впереди по-прежнему. Но Дестье как приклеенный за Шипулина. Вот, пожалуйста, вот. В створе, в створе Антон сейчас против француза. Шипулин идет пока на первом месте. В створе за шестерку сильнейших. Без Кио не может подойти. Антон, давай, давай. И на финиш бросается, выигрывая Шипулин. Вот это, кстати, позитивный итог, друзья, данной эстафеты. Мы не будем об этом забывать. Шипулин выигрывает створ. И пускай Дестье не самый здесь блестящий линкор на финише. Но в этой схватке ледокол Шипулин справился. Это очень важно. Слишком много уступал в прошлом сезоне сборную Норвегии. Мы поздравляем. И первый громкий успех у Ингрид Тандровольт. Тири Эхов, Йоханнес Бео. Эмиль Хеглис-Свенсен. Молодцы. Итак, друзья, мы возвращаемся. Полтора минуты есть, чтобы подвести итог. Последний круг Шипулин от Хофера. Четыре секунды ходом проиграл. Свенсену секунду по самый последний круг. Кстати, они вообще с Пайфером в одни ноги, но те зарубались за награды. Шипулин тоже зарубался. И очень важно было ему сдюжить в этом споре с французским спортсменом, что в итоге и сделал он. Поздравляем норвежцев. Они большие молодцы. Итальянцы Витоци, Вирер, Виндиш и Хофер. Вторые. Немцы. Третий. Сборная команда Германии. Франциско Пройс. С возвращением на подиум. Хаммершмидт, Доль и Пайфер. Словаки. Здорово. Четвертые. Мы шестые. И я хочу сказать, что непровальное начало, уважаемые друзья. Начало многообещающее напротив. И пусть сегодня не удалось нам показать результат, что называется по призам, но тем не менее работа видна. В том числе и шипулинская работа. Да, заставил нас поволноваться, допустив промахи с дополнительными патронами на последнем рубеже. Но сейчас после череды нагрузок и вообще с учетом того, что шипулин последние несколько лет об этом Крючков говорил, они выдержали ту необходимую работу, которую предложил тренер. Все лето тренировались на высочайшем пульсе, в зоне интенсивной развивающей комплексной работы. Я хочу отметить, что потенциал команды несомненный, уважаемые друзья. А это значит, тем интереснее нам будет смотреть в среду, в четверг индивидуальные гонки. Не забудьте, биатлон с Дмитрием Губерниевым, программа в повторе. В понедельник по Москве 8.50, в регионах, соответственно, время будет другое, следите за анонсами. Ну и не забудьте, на спортбоксе.ру можно тоже блестяще посмотреть гонки. Старый добрый сайт с прекрасным показом биатлона. Уникальный и удивительный, дамы и господа. Я на этом всех вас благодарю, спасибо, что были с нами. Еще раз с праздником, ветер биатлона гонит нас вперед, сезон начался и победы. Безусловно, придут. С вами был Дмитрий Губерниев, а дальше я приглашаю к экранам на матче любителей румяного софта. Формула-1, друзья, то, что мы тоже иногда любим. С вами был Дмитрий Губерниев.